После отмены режима ЧП шимкенцы стремятся больше времени проводить на свежем воздухе. Вслед за парками и скверами горожане облюбовали скамейки и беседки вдоль набережной Кошкараты. Кажется, что здесь собрались все жители города. После смягчения запретов горожане открыли купальный сезон. Когда к роднику не пройти из-за большого количества желающих окунуться в прохладную воду, Николай Прокопенко обливается водой из ведра. Люди называют источник уникальным. Вокруг Кошкараты все в зелени. Настоящий оазис со своим микроклиматом. Здесь и дышится по-особенному легко. Место чудесное. Сейчас очень много травы, все такое зеленое. Отличная чистая вода. Мы каждое утро приходим здесь, принимаем процедуры водные, потом гуляем на природе. Хорошо, что сохранили деревья. Такие клены красивые здесь, тополя. И отрадно, что здесь все убирают чисто. И народ, наверное, осознанный уже стал, что не кидают здесь всякого мусора. Мы каждую неделю ходили всегда в горы. Горы нам прикрыли, это как одушено для нас. Берега чистые. Я говорю, ни мусора, ничего. От мусора берега и аллеи родника очищают ежедневно. Десятки сотрудников коммунальных служб занимаются и озеленением. В этом году было высажено около пяти сотен саженцев. Около шести лет тому назад были проведены работы по замене электрокабелей. К сожалению, там грунтовые воды очень близко расположены к поверхности воды. Поэтому часто происходит замыкание этих кабелей и часто у нас отключается вот эта электричество. В связи с этим мы сейчас приготовили сметную документацию. Вскоре где-то на около 10 миллионов тенге. Где-то вот два-три месяца мы должны вот это объявить и сделать поэлектрически. Все заменить и восстановить вот это электросвещение полностью на Кошкарате. Через пару недель берега Кошкараты полностью укрепят габионами. На аллее установят дополнительные скамейки, урны и просторные беседки. Анастасия Новикова, Амантай Оельбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании Отрар.